Счастливая женщина Что ты ожидаешь от нашей программы? В первую очередь я ожидаю, конечно же, изменений. То есть это внешние изменения и, возможно, какие-то внутренние через изменения одежды. Ну и, конечно же, эмоций. Я думаю, что положительных эмоций будет много. Ну что ж, у тебя впереди несколько этапов. Я желаю тебе удачи. Спасибо, Настя. Здравствуй, Алина. Здравствуй. Я очень рада тебя видеть сегодня здесь. Я знаю, что ты работаешь корреспондентом в новостях. И вот я хотела тебя спросить, ты сейчас со съемок? Да, все верно, я приехала со съемок. Екатерина Корсакова. Дизайнер-стилист. Окончила УГАТУ по специальности менеджер. Прошла курсы профессионального шопера в имидж-бюро «Эгостайл» на Илле Исяновой. В сфере красоты работает больше двух лет. Среди хобби называет спортивно-бальные танцы. У вас есть определенный дресс-код на съемках? Как вы должны выглядеть? В зависимости от того, куда я еду. То есть, если бы я поехала бы в администрацию города, либо в дом правительства, то, соответственно, я бы, конечно, делала бы что-то другое. Но так как я поехала на съемку достаточно свободной, так скажем, я, соответственно, делась вот именно вот так. Тема съемки у вас известна заранее? Не всегда. То есть, бывают такие моменты, когда нам все нужно срочно ехать, езжай, и нужны вещи про запас. То есть, над этим тоже нужно поработать, чтобы у тебя была возможность как-то комбинировать, либо вот на ходу, можно сказать, переодеться. Давай посмотрим, как ты выглядишь во время съемок. С 8 по 10 июля столица Башкортостана принимает международные саммиты Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Это строки из известной повести Габриэля Гарсия Маркеса. Полковнику никто не пишет. Здесь собираются всей семьей, принимают гостей, ну и, конечно же, готовят любимое блюдо. Алина Гребешкова, Роман Нагуманов, городской телеканал ЮТВ. Я смотрю, у тебя достаточно такая вот креативная работа, и я хотела бы тебя спросить, вот сама как ты предпочитаешь больше одеваться? Честно. Честно, я бы носила платьишки. Платьишки. Да, там, сапожки на высоком каблучке. У меня даже многие поражаются, мои коллеги. Они не знают, что у меня дома коллекция разных там платьишек, туфелек. И если я знаю то, что у меня вот в этот день только будет какая-то такая съемка, вот я могу быть в платьишке, то я, конечно же, могу себе это позволить. Но это бывает очень редко, и поэтому в основном что-то удобное. То есть у тебя гардероб больше привязан вот к работе? К работе, да. Ты такой человек озорной, но при этом в душе романтик. Но при этом я работаю, где есть дресс-код небольшой. Но мы над этим поработаем, и я думаю, что тебе результат понравится. Сейчас у нас с тобой второй этап по преображению, это разбор гардероба. Я вот вижу, ты принесла ряд своих вещей. Это вещи, в которых ты в основном ходишь на съемки или в обычной жизни, или то и другое? Ну, здесь получается и то, и другое. То есть есть рабочие, так скажем, и есть то, что я не смогу надеть на работу, но я вот решила... Ну так, хочется покрасава показать. Ну, допустим, если у тебя будет съемка в администрации, в чем ты пойдешь? Я пойду в этих джинсах, скорее всего, надену вот этот пиджачок и вот эту кофту. Давай посмотрим на это, и обувь я скоро вернусь. Да? Хорошо. Обычно имиджмейкерами являются наши подружки, мужья, парни, еще кто-то, мамы, бабушки. Но никак не человек, который обучен и разбирается в этом. Вот. Я очень рада, конечно же, что у меня есть такая возможность поучаствовать, попробовать что-то. Может быть, мое мнение в отношении себя, в отношении одежды, возможно, оно изменится. А, Лен, ты готова? Да, я готова. А, да, к нам выходи. Ну, рассказывай. Чем тебе приглянулся этот образ для администрации? Это достаточно удобно, практично. Цвета делового стиля, понятно, что это не деловой стиль, просто белый и синий. Это даже вообще не деловой стиль, это вот больше из направления милитри, где вот у тебя присутствуют как раз грубые сапоги, брюки цвета хаки. Жакет, он с такими пуговицами, которые дают отсыл на вот это мундирование. Наверное, самое тяжелое для меня в моей работе с точки зрения одежды – это соблюдение делового стиля, так называемого. Его у меня просто нет. Вот. Специально покупать какую-то одежду именно для выезда в администрацию, ну, я не знаю, я не могу надевать на себя какие-то белые рубашки, черные брюки. Это какая-то униформа, которая, ну, неудобна в ней. Я чувствую себя в ней некомфортно. Я вот посмотрела еще твои сюжеты. Ты умная, ты говоришь умные вещи, то есть она рассуждается на какие-то очень серьезные проблемы. И ты вся такая прям милая-милая, вот сидишь вот в таком вот свитшотике. В этом году, да, каюсь, я начала увлекаться такими-то цветочками, горошками и тому подобное. Знаешь, мне вот это вот платье-то нравится. Мне оно тоже очень нравится. Я хотела бы, чтобы ты его примерила, но при этом померила вот именно вот с этими ботиночками. Хорошо? Я сейчас вернусь. С Алиной разбирали гардероб, и у нее есть замечательный свитшот с цветочным принтом. Многие боятся цветов в своем гардеробе, потому что думают, что это будет их взрослеть, либо это как, назовем, по-бавски смотрится. Если правильно подобрать сочетание одежды, то это очень будет смотреться гармонично и привлекательно. Некий задор будет в ее образе. Я думаю, если мы ей подберем еще сюда какие-нибудь джинсы, либо актуальную юбочку. Алина, ну как платье? Я уже готова выходить. Ты как-то по-пионерски застегнула верхнюю пуговицу. У меня привычка такая застегивать все рубашки. Легкая небрежность. Конечно, сюда бы я одела колье чокер. И вот, чтобы именно твою талию прекрасно подчеркнуть, можно вот какие-нибудь яркие ремешки. Ну и сюда будет хорошо как раз красный, коралловый, коричневый, если ты хочешь именно к ботинкам. Кстати, у тебя очень много в гардеробе присутствует вещей с зеленцой. Это твой любимый цвет, а я люблю очень зеленый. Вот именно такой, как хаки, либо ближе, ну как бирюзовый, зеленый. Допустим, такой цвет, что предыдущий образ, что это, опять-таки милитарь. Я не знаю, как бы я не задумывалась, вот ты сейчас говоришь мне об этом. Понятно, что вот это платье, оно, да, как бы я согласна, что оно милитарь. Но вот о юбке, например, я не задумывалась, что она как то, что это милитарь. По твоему цветотипу тебе как раз-таки вот очень подойдут теплые цвета. Зеленый – это твой цвет, коричневый – твой цвет, терракотовый – твой цвет. Просто единственное, нужно как-то гармонизировать твой гардероб. Ты вот говоришь, что ты хочешь быть такой вот романтичный, женственный, но при этом у тебя очень много такого вот халла с металлом, именно в стиле хаки. Тут вроде бы романтичное что-то, а здесь хаки – это никак не может сочетаться. Я об этом в действительности не задумывалась. То есть ты просто с утра встаешь, что-то напяливаешь на себя и идешь на работу. Иногда даже не думая, что там, как это сочетается, не сочетается. Ну, давай вот посмотрим в зеркало, как это будет выглядеть. Я так люблю это платье. Если ты платье это любишь, то ты его носи, конечно, но лучше сверху что-то надеть. Либо вот пусть это будет какой-то платочек, да, тот же пусть синий, либо пусть даже зеленый он будет сочетаться. Вот смотри, черный как-то тебе. Видишь, он твое лицо затемняет. Несмотря на то, что Катя сказала, что черный мне нельзя носить, я буду его носить. Потому что мне очень нравится этот цвет, и для работы он тоже очень подходит. То есть такой как бы нейтральный какой-то цвет. Шедевр твоего гардероба. Это просто... Если с другим еще можно что-то сделать, вот это шедевр вообще. Непонятный материал, черный цвет, и замочек, и кружево. Еще кармашки тут есть. Кармашки. Очень удобно, кстати. Резиночка. Это непонятно, то ли спортивная одежда, то ли романтичная одежда. То есть она вообще в принципе сама по себе несуразна. Я не согласна с тобой. Я очень люблю эту кофточку. Я ее ношу практически, так скажем совсем. Я ее ношу с вот этой юбкой. С другой оперы. Да, но мне так нравится. Это очень удобно. А красиво это? Ну, насколько это красиво, это уже дело вкуса. Ну, мне как бы она нравится. Она очень удобная. Ну, знаешь, если ты так отстаиваешь эту кофточку, вот с этой юбочкой, может ты покажешь и докажешь нам, что это все-таки красиво? Мне очень нравится ходить по магазинам, на самом деле. Я могу 6 часов ходить по магазинам. Но почему я могу ходить 6 часов по магазинам? То есть у меня в голове есть какая-то, предположим, юбка, которую я хочу. Я могу потратить очень много времени на то, чтобы найти именно такую, либо хотя бы похожую немножко на то, что есть у меня в голове. Но то ли у меня в голове что-то не так. Но я очень редко нахожу именно те вещи, которые мне нравятся. То есть они должны быть какими-то необычными, не то, что носят вот все вокруг. Я не хочу быть такой, как все. Так, вот я пришла. Что ты тут отстаивала? Скажи мне, пожалуйста. Мне удобно. Я люблю карманы. Здесь есть карманы, здесь карманы. Ина прочубила свою фигуру. Здесь все объемное. Здесь висит замочки, пуговки. Тут милитари, тут спорт. Ну, я не согласна, что это спорт. Здесь есть кружавчики. Причем у тебя кружавчики уже выцвели. Если честно, здесь ничего нет женственного, ничего нет красивого. По параметрам ты просто свою фигуру изуродовала. Если ты верх делаешь более объемный, то низ должен быть узкий. Если у тебя низ, наоборот, свободный, то верх должен быть более такой приталенный. Так что лучше снимай, и я ее забираю. Мне очень понравилось работать с Катей. То есть я ожидала, наверное, более такого, какого-то нападения на меня. Но нападения не было. Она достаточно корректно все объясняла, рассказывала. Единственный был момент, когда она забрала у меня черную мою любимую кофточку. Она ее порежет, и я не знаю, что она из нее сделает. Она сказала, что сделает из нее повязку для сна. Понятно, что нужно отказываться все-таки от старых вещей, и скрипя сердце, я отказалась от этой вещи, и отдала ее Кате на исправление, так скажем. Наконец-то нашлась вещь в гардеробе Алина, которую можно переделать. Ваши руки чешутся. Надеюсь, получится что-то интересное, но я вам это точно не скажу. Увидим в конце программы. Алина, ты очень интересный персонаж. Чтобы подчеркнуть твою индивидуальность, нужно создать что-то уникальное именно для тебя. Не сказать, где-то среди звезд. Потому что ты сама по себе человек очень яркий, и противоречивая сама для себя. То есть ты говоришь одно, а снаружи совершенно другое. Катя сказала, что я не похожа ни на кого. Это, конечно же, очень радует, как любую девушку, которая хочет быть индивидуальной. Мне это очень понравилось. И дальше, я думаю, что будет очень много сюрпризов наших каких-то совместных открытий, я думаю. В домашних условиях удобнее просушить волосы с муссом. То есть помыла голову, нанесла мусс, волосы высохли. Таким образом, если еще в муссе будет содержаться защита от термоукладочных средств, это очень хорошо. Волосы просушатся, зафиксируются с защитой вместе. И потом на плойку очень долговременная укладочка получается. И нет, травма опасна для волос. Такую прическу легко сделать с помощью выпрямителя, потому что волос у тебя очень прямой и жесткий. Выпрямителю он легче поддаваться будет. В принципе, в домашних условиях минут 30 займет. Я рекомендую тебе вообще придерживаться асимметрии в прическах, потому что личико кругленькое, и сильно обрамнять его и челкой, и волосами близко к лицу не рекомендую. Если ты делаешь асимметрию на один бок, то укрепить их можно с помощью заколочек, либо маленькой такой плотненькой косички. В принципе, ее самой приплести не так сложно, зато она хорошо зафиксируется с одного бока твои волосы. Понятно, что завить в ежедневную носку очень сложно, бывает волосы или времени не хватает. А даже прямые волосы, уложенные на одну сторону, очень эффектно будут смотреться. Ну все, элегантную причесочку мы завершили. Сейчас приступим к мейкапу. Для того, чтобы макияж дольше держался, рекомендую использовать базы отдельно для век, специальную базу, и отдельную базу для лица под тональный крем. База не только способствует стойкости, они выполняют функцию увлажнения кожи, либо мотирования. С помощью специальной корректирующей пудры ты можешь грамотно скорректировать свое лицо. Обязательно нужно выделить скулы, пройтись полностью по овалу лица, и немножечко для того, чтобы сделать визуально уже стройнее лицо, пройтись по боковым линиям, вертикальным положением кисти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще для ежедневного использования лучше всего подходит коричневый спектр теней. Коричневая гамма от светло-бежевого до насыщенного шоколадного. Шоколадный, причем может быть немножко с фиолетовым оттенком, потому что зеленоватость глаз хорошо подчеркнется. Сегодня мы не будем делать фиолетовые оттенки в тенях, потому что у нас дневной макияж, который больше актуален для дневного как раз использования. Но при вечернем имею в виду, что фиолетовые нотки очень хорошо будут дополнять и подсвечивать твои глаза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Таким солнечным оттенком волос, как у тебя, лучше подбирать помаду абрикосовых или персиковых оттенков для дневного макияжа и более таракотовых оттенков, кирпично-красных, коричневатых оттенков для вечернего образа. У нас остался последний штрих. Для того, чтобы макияж был более стойким и радовал тебя намного дольше, можно сбрызнуть обычной термальной водичкой полностью весь макияж, и он будет очень-очень долго тебя радовать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну все, мы закончили наш образ. На мой взгляд, мы справились с задачами, которые были поставлены. Отправляю тебя на примерочку. И хорошего тебе дня! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и я. Здорово. Тебе нравятся новые образы? Ну, неожиданно, да. Привыкаешь? В целом, пока привыкаю к такому образу. Ну, в целом, мне нравится. Теперь давай составим тебе новый гардероб под твой новый образ, чтобы все было гармонично. Пойдем? Пойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Предлагаю тебе на базе этой блузки составить несколько образов, чтобы ты схватила блузку и к нему быстро составила несколько комплектов. Перед походом в магазин я, конечно же, задумывалась о том, что же там Катя подготовит, как мы будем с ней ходить по магазину, но я не представляю, что это будет выглядеть именно вот так вот. Были вообще потрясающие образы. Я бы просто пришла бы в магазин, прошла бы мимо этой вещи, и вообще в жизни никогда бы ее не взяла бы. Синий. Либо такие, и еще вот вариант вот таких. Посмотрим, какие будут на тебе лучше смотреться. Ааа, сколько здесь пальто! Золотой цвет, вообще золото я не очень люблю. Почему тебе по типажу очень подходит? Если, допустим, тебя смущает чисто золотое, можно сейчас миксовать и золото, и серебро. И платьишки? Да. Мы же так и не смотрели. Мы же девочки? Да, вот платьишки. Как тебе это такое? Это похоже на ковер. Это этно-стиль, который тоже моден очень. Нет, этно-стиль мне в целом нравится, но... Для этого нужно подобрать более спокойные вещи, чтобы уравновесить, и тогда ты не будешь выглядеть, как ковер ходячий. Например, даже элементарно. Вы помнишь, мы с тобой брали куртку? Угу. Сюда, и уже ты будешь более спокойно сдержанной. Давай лучше померяем, посмотрим, ковер на ковер. Я нашла еще одно платье. Смотри, а такое... У тебя уже есть одно зеленое платье. Не-е-е-ет. О, вот это мне нравится, кстати. Она в черном свете, но смотри, у нее какая интересная вставка с кожей, и как-то она вот очень будет интересно смотреться. Да, мне нравится. Давай, поправляйся в примерочную. Все, я ухожу. И, конечно. Так, теперь осталось все это померить. Катя нагрузила меня огромным количеством вещей. Ну, скоро вернусь. Сегодня необычный, просто супер необычный день в моей жизни. Я не знаю, я за свои энное количество лет, я вообще не представляю, что могу выглядеть именно вот так вот. Алина, у меня для тебя сюрприз. Ух ты. Узнаешь эту вещь? Это она. Это твоя кофта, правильно. Предлагаю ее тебе померять в один из образов. Ну, я не ожидала, что черная иголочка вернется ко мне именно в таком виде. Я вообще даже не представляла, что Катя может с ней сделать, потому что там ткани, там ткани вообще немножко. Вот. Но получилось то, что получилось, мне очень нравится. Это на самом деле без преувеличения вторая жизнь вещи, потому что это вообще что-то другое. Я не могу сказать, что это был деловой стиль. Это было вот ровно то, что необходимо, того, что мне как бы не хватает. Но я поняла, что я, наверное, сама не готова вот именно к такому замечательному, я бы отметила, образу, который мне придумала Катя. Я представляю, скорее всего, себя такой через пять лет, но не сейчас. В таком образе хочется и выпрямить спину, и там как-то по-другому идти, как-то по-другому себя вести, и, наверное, даже жить по-другому. То есть как-то вот все вместе, это общая какая-то картина. И, наверное, если бы я так походила бы дня три, то у меня было бы гораздо больше... Ну, то есть я бы могла сказать, вот в чем я изменилась. Но сейчас я пока вроде бы та же самая, но выглядящая по-другому. Катюш, поделись впечатлениями, как тебе преображение Алины? На самом деле мне преображение Алины очень понравилось. Возможно, это для нее немного было шоком, что она увидела в конце, потому что люди, как правило, привыкли вот находиться в своем образе и бояться выйти из зоны комфорта. То есть иногда нужна такая встряска прям кредитальная, чтобы человек увидел себя совершенно иначе. Либо она вот хочет оставаться той девочкой, в которой она вот привыкла быть такой слегка студент-подросток, либо уже как-то на другую ступень переходить и дальше расти. То есть я ей показала, что вот в таком образе она может продвинуться дальше, нежели только вот она сейчас находится. Мне понравилось очень работать с Алиной, такой яркий, креативный человек. Хотелось бы для нее вот в дальнейшем, чтобы все в карьере получалось. И не стеснялась она себя. То есть она на данный момент как бы себя закрывает, и, соответственно, одежда ее тоже немного как личность скрывает. И вот немножко яркости добавить в образе, она, наверное, раскроется для всех по-другому, даже для своего начальства. Я думаю, новый образ ей поможет в дальнейшем. Спасибо, Катюш. Я напомню, вы смотрели программу «Счастливая женщина». Оставайтесь на телеканале Ютуба. Субтитры сделал DimaTorzok